Давайте теперь обучим эту нейросеть. Чтобы обучить нейросеть, нам нужно несколько вещей дополнительно. Во-первых, нам нужен некоторый оптимизатор. Некоторый объект, который будет совершать для нас шаги градиентного спуска. Я взял TorchOptim Adam. Вы можете попробовать что-то другое. Пока что вы не знаете, что такое Adam. Вы знаете, что такое SGD. Это вот то, что мы реализовывали. Да, обычный градиентный спуск. Но в данной задаче он работает не очень хорошо. Собственно, поэтому мы и используем другие градиентные спуски. Давайте пока просто используем Adam. Не будем концентрировать внимание, что он делает. Очень важно, что на вход Adam передаются те параметры, которые мы хотим модифицировать. Те параметры, которые мы хотим обучать в нейронной сети. Можно было подумать, что это иксы, но это не так. Потому что иксы это наши точки. Мы не можем на них никак повлиять. Зато мы можем повлиять на веса нейронной сети. Те веса, которые хранятся в нейронах. Вот эти веса, они находятся в sinNetParameters. Это одна из тех причин, почему нейросеть мы наследовали, а не создавали как класс нуля. Соответственно, если мы передадим в Adam вот такой объект, то Adam поймет, что вот здесь лежат все те переменные, которые он может модифицировать вследствие градиентного спуска. И еще необходимо передать learning rate, шаг градиентного спуска. Здесь у нас одна сотая. Можно тоже поиграться, разные взять, к чему это приводит интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!